Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы вновь с вами встречаемся и отвечаю на те вопросы, которые поступили от вас. Мы слышали, что взрослым животным нежелательно употреблять в пищу молоко. Правда ли это? Да, действительно, в последнее время очень часто мы с этим встречаемся и в средствах массовой информации, и в печатных средствах встречается, что молоко животным давать нельзя. Но те, кто пишут, они забывают, что это живорождённые существа, то есть появился котёнок, появился щенок. И они в обязательном порядке питаются материнским молоком. Это говорит о том, что организм устроен так, чтобы переваривать молоко. Да, в организме вырабатываются специальные ферменты и вещества, которые способствуют переработке молока. И в дальнейшем, значит, они остаются. Да, существуют отдельные особи, у которых этот фермент слабо вырабатывается или вообще не вырабатывается в дальнейшем. И такие животные резко реагируют на употребление молока. Неважно, это цельное молоко, кисломолочный продукт или что-то иное молочное. Но они на это реагируют. Львиная доля животных, конечно, с удовольствием употребляют молоко. И никаких проявлений отрицательных организма на его употребление не существует. Давайте животным молоко. Оно полезно, потому что в молоке есть молочный кальций, который очень легко усваивается в организме. Ну и, соответственно, эффективно влияет на развитие костной системы. И кости становятся достаточно прочными. Если у вас появились какие-то вопросы актуальные, звоните по номеру телефона, который видите на экране. И я с удовольствием отвечу на них. Ваш питомец не играет, плохо ест и у него горячий нос. Врачи клиники доктора Калинина помогут ему в день обращения. Хирургические операции и терапия, диагностика и консультации. Вызов врача на дом. Более 25 лет помогаем вам и вашим питомцам. Наш адрес. Город Челябинск, улица Гагарина, 2. Телефон 230-29-30.